Александра Карпука можно назвать своего рода продвинутым предпринимателем. В свои 60 лет мужчина сделал из жилища гостиницу, в которой все включено. Но онклюзив своеобразный. Бычки, пустые бутылки, грязная посуда, полная антисанитария. Снимает комфортабельную в кавычках гостиницу контингент соответствующий любителей пообщаться с зеленым змеем. Мужчина отмечает, живет он здесь только в летний период. Апартаменты предоставляют горе друзьям лишь на одну ночь. На все замечания у Александра Карпука ироничные ответы. Подобная ситуация наблюдается в квартире на улице Красногвардейской. Ее жильцы, дочь и отец давно находятся в поле зрения инспекторов по чрезвычайным ситуациям, представителей милиции, территориального центра. Шумные компании, сигареты и алкоголик – завсегдатые друзья. О соблюдении основных правил пожарной безопасности здесь говорить не приходится. Они не знают элементарного номера пожарной службы. Неудивительно, на часах нет еще и 9 утра, а хозяин и его гости уже в изрядном подпитии. У меня был когда-нибудь. Но никто не застряхнул. Если на случай что-то произойдет, как вы будете реагировать? Ваши действия? Ваши действия? Зачем? Зачем телефоны? Вот ваша дочка, допустим, не знает номер телефона. Вы знаете? Кого? Пожарная служба. Она не знает костя. Как она позволит? Что ты, что? Я не знаю. Вот мы спрашиваем вас. Так я что? Не могу знать. Какой? Скажите, пожалуйста, оно. Что ты? Немного другая ситуация наблюдается в квартире Любови Левченко. Инспекторам рейдовой проверки удалось-таки найти к этой даме особый подход. Результат неплохой. Изменения видны невооруженным глазом. Женщина привела в порядок Ивану и санузел нашла средства и на новую плиту с газовым краном. Купила такое новое. Все вот у меня. Все поменяно. Пожалуйста. Техника безопасности. А что курите в квартире? Я? Очень редко. Но у вас на куре накурили? Ну я вот сейчас покурила. Форточка открыта. Вот пепельница, пожалуйста. Я только на кухню курю. Вот. Пожалуйста. Все аккуратненько. Все я соблюдаю. Ради Бога. Что я больная, что ли? Что я брат сам себе? Ясно. Но вы злоупотребляли же, да? Вредами? Нет. Ну как нет? Ну это раньше было. Любови Левченко осталось приобрести пожарный извещатель. Но денег на это у женщины пока нет, как и нет работы. А потому и ее квартира, как и жилища других наших респондентов, останутся в поле зрения сотрудников Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В народе говорят не мытьем, так катанием. Вот так точечно, целенаправленно спасают и самих любителей зеленого ЗМИ от возникновения чрезвычайной ситуации и окружающих. На текущий момент в городе Бресте снижение количества пожаров на 17% в сравнении с прошлым годом. От пожаров его опасных факторов погибло 4 человека, в 2018 году 5 человек. Основные причины пожаров это неосторожное обращение с огнем свыше 50% от общего количества загораний. И в жилом фонде, то есть в жилье, также в более 50% от количества пожаров. Хотелось бы обратиться к жителям города Бреста. Особое внимание уделять пожарной безопасности, соблюдению элементарных правил пожарной безопасности. Хочется, чтобы жилье было красивым, уютным. И когда пришел домой, ты в этом жилье и отдыхал. А несоблюдение правил пожарной безопасности может привести к беде.